И правильно обрезать. Значит, обрезка винограда очень многих пугает. Многие говорят, непонятно, что там оставлять, как это, чтобы был хороший урожай. В принципе, первое, что нужно понять, чтобы понять обрезки винограда, виноград сначала надо посадить. Вот если его нету, то уже тут все, и резать нечего. Проще, конечно, вырастить правильно виноград, если с маленького куста, об этом я попытаюсь сейчас объяснить, то есть годованный, 2-3, и как сформировать правильно куст. Для нас здесь очень хорошо подходит именно веерная обрезка с двумя или четырьмя рукавами. Но хуже, если кто-то покупает дачный участок или дом с уже посаженным виноградом, который запущен и сформирован неправильно. Вот в этом случае даже мне порой сложно разобраться. Ну, получается, иногда приходится срезать чуть-чуть на черную голову. То есть все, что наросло, срезаешь при земле, если там уже хаос, и взять нечего полезного. И растим опять, он выбивает новые лозы из головы куста, оставляем и формируем правильно. Вот. Так что, это так, лирическое вступление. А сейчас давайте начнем именно с маленького. И как вообще поступить мне? С годовалого, как вот посадили, или с запущенного? С годовалого. С годовалого. Вот. Значит, в этом случае все намного проще, потому что виноград, в принципе, можно сажать в любое время года. Если он закрытой корневой системой, это значит, можно сажать в мае, если не будет угрозы заморозков в конце мая. Допустим, хороший месяц в июнь, и в июле еще, и в августе можно, и в сентябре. Но только уже дальше, после закрытой корневой системы, то есть, вы сами понимаете, когда он растущий в горшке. Открытая корневая система, это когда саженцы с открытыми корнями, вы их видите, что они живые, что они не подменили, кончики обрезали, правильно посадили саженцы, это желательно со спящими почками. Очень мне не нравится, когда продается сейчас виноград, вижу, вот в супермаркетах, он уже начинает расти, корни там вот это в комах загнуты, вот. И для того, чтобы его спасти, надо немедленно его высаживать в горшок, потому что куда вы его сейчас денете, когда у него рост побегов уже начался. Так вы понимаете, он иначе, и это теплолюбивое растение, и очень требующее солнце. Правда, многие спрашивают, будет ли виноград расти в полутени, отвечаю, что будет, и будет даже кладеть, и созреют ягоды, и будут сладкими, но для этого места подходят только сорта скульпт ранних сроков созревания, такие сейчас появились, у которых на месяц раньше созревает ягода, чем в обычного срока. Вот, значит, сажать виноград не будем, знаете, наверное, как посадить. Как любой саженец, выкапывается яма приличная, делает там плотаж почвы, то есть черная земля ложится в одну сторону, потом она уходит в зону корней, неплодородная навеска ее. Так, значит, саженец высаживаем ранней весной. Если у кого-то нет шпалеры, то обязательно хотя бы рядом палку какую-то поставить, ни в коем случае нельзя вот виноград посадить, и бросили, и он там начинает сам распоплаться по земле. Потому что теряется полярность, и не вырастает одна лоза, а он неминуемо выбивает вот боковые почки, и получается как вот, ну, чехарда, в буквальном смысле. Нам в первый год, запомните это, важно вырастить одну, максимум, в редких случаях две лозы. Первый год. Пусть вы посадили саженец крепкий, там, двухгодовалый, трехгодовалый, две лозы, но не три, не четыре, не пять, не шесть. Потому что задача, именно, чтобы выросли вот эти лозы как можно выше, в этом, а это будет сигнализировать о том, что у вас и корневая система внедрится в землю, то есть он окрепнет. А это самое главное для его растения. То есть растим одну лозу и подвязываем его строго отверху. Никакой бок, а именно ровно-ровно вверх. В этом случае растение растет очень быстро, что нам и нужно, чтобы растение украинило. Если весна и начало лета засушены, мы обязательно поливаем, потому что растение еще маленькое, своими корешками воду оно достать не может, врифлим, ну-ка, уход за обычным растением. И обязательно подвязываем, ни в коем случае не обрезаем. Вот оно начинает, начинает расти вот кустик винограда растения, вот, многие смотрят, что оно уже, ну, довольно такой приличной высоты набрало, начинают обрезать. Не надо этого делать, когда идет бурный рост растения, потому что у любого растения существует баланс корневой системы и наросший лиственной. И если мы обрезаем часть листьев вместе со стеблем, а корни там остались, то виноград сильно пробивает боковые вот эти почки, которые заложены под листочком. То есть получается стресс, и он как бы остановился вот в это время в росте. Еще раз, задача максимально вырастить повыше. Вырастили, наступает осень, наступает осень, иногда случаются у нас в сентябре заморозки, и первые заморозки, виноградки и плодивые растения, как помидоры, губы, глазаны, перцы, то есть листья посмотрели, засохли. Засохли, мы смотрим, что в этого саженца часть лозы снизу одревеснела, она коричневая, вот он саженец, и пошел-пошел вверх, вот примерно там, где вот на 15 сантиметров, где на 20, кого-то повыше. Абсолютно не столь важно, конечно, лучше, когда больше, но самое главное, чтобы хотя бы немножко снизу была коричневая часть лозы. Остальную лозу мы, зеленую часть, обрезаем, сжигаем вместе с листьями, которые там рядом упали. И вот этот маленький хлыстик прижимаем к земле. Где такое? У кого 6, у кого 8 почек, прижимаем к земле. Если человек опытный, то есть с виноградом уже на ты, и занимается не первый год, то можно сделать окончательную обрезку по осени. То есть обрезать не только 6-8 почек, а на 2, на 2 почки, которые снизу самые хорошо расположены. Но поверьте мне, это опасно и рискованно, даже я, имея опыт, оставляю несколько почек на запас, потому что что зимой может произойти? Почка может обломаться, может подобреть, может мышка подъесть, что-то сгрызть, что-то не сгрызть. И в итоге окончательную обрезку я все-таки делаю по весне. Многие спрашивают, сразу задают проекционный вопрос, то есть виноград в этом случае сильно плачет. Я говорю, а у меня он не сильно плачет. Объясняю, почему. Не надо спешить по весне с обрезкой винограда. Вот только снег сошел, вы открыли его, он у вас прикрытый, любым там материалом, который любой годится, если бы виноград хорошо сохранился под ним. И не спешим с обрезкой. Даже почка начинает надуваться, еще не обрезаем. Почему? Потому что бывает, корни винограда начали работать. Они уже именно вот этот сок пасока погнали. А листьев еще нет. Куда этой пасоке соку деваться? Он будет капать, капать и капать. А бывает, вот пошло-пошло тепло, корни работают, а потом раз и похолодание. Все, вся природа притаилась. Развитие вегетации и на винограде, и даже на яблонях приостановилось. И он продолжает капать неделю, две и три. Бывают такие сильные похолодания. Тепло-тепло, а потом на две недели прохладно. Все, он не будет расти. И будет истекать, ну, грубо говоря, кровью. Так вот, я виноград и вам советую обрезать тогда, когда бутон уже аж листья выпускает. То есть, прямо видно черешочек, листочка. И мы, во-первых, видим, что у нас хорошо сохранилось, какие именно почки нам оставить, которые явно хорошо выжили. И видно будет, что с этих почек хороший образуется побег. Вот. Остальные, если ниже, хуже, отщипываем, и оставляем на этом стебелечке только две почки, которые смотрят в разные стороны. Одна в одну, другая в противоположную. Это понятно? Вот. Еще я говорю аналог. С обрезкой винограда всегда говорю, аналог делаю с березовым соком на березах. Вот. Сок березовый течет с березы до тех пор, пока на березе не появляются листочки. Листочки появились, и сок перестал течь. Так и винограда тоже. Не спешить с этим делом. Вот. Дальше, значит, из этих двух почек растут, я вот вам оставлю, размножите, тут вот несколько штук есть, это схемка моя. Вот, посмотрите. Вот. Из этих двух почек, вот он черешочек, который был, может, двухметровым, остался маленький-маленький вот такой пенечек у земли. Вот из этой почки будет расти опять побег новый, и из этой почки уже будет расти новый побег. И мы уже его стараемся не ровно подвязывать, а под углом 45 градусов. Доклонно. Мы с малого возраста примечаем, потому что в будущем из этого побега образуется так называемый рукав. Со временем он начнет толстеть, и с детства сформированный наклон, он очень легко прибивается к земле, и очень легко его будет накрывать. Первые свои кусты, которые вот я неосознанно вырастил, вот так ровно, я гнул-гнул до 8 лет, а потом стал ломать, а дальше опять срезал, и стал по-новому формировать. Вот такую ошибку не делайте. Наклон сразу под 45. Дальше. Из этих двух почек вырастут две лозы, так называемые будущие рукава. Но, если они вырастут тоненькими, эти лозы тоже, они, поверьте мне, очень махануты вверх, но если они будут тонкими, где-то в районе 5 миллиметров и меньше, то мы каждую эту почечку опять наслежет, обрезаем на две почки. Если же они выросли 7-8 миллиметров и даже еще толще, то мы не обрезаем их на две почки, а общипываем нижние почки и сверху оставляем 3 на каждом. Это очень легко понять. Вот, выросла. Я сейчас возьму лозу на примере. Вырастет. Она очень длинная, но вот такой толщины это однозначно обрезаем на две почки. Так называемая обрезка, ну, может быть, даже не грубо, а правильно, на обратный рост. Бывает даже, если, чтобы еще понятнее было, вы же все занимаетесь саженцем, все садоводы покупали, бывают яблоньки, вишни, груши, она приличной длины, а очень тоненькая. Так вот, если эту грушу или яблоньку, или саженец посадить, как она есть, то она начнет давать в келетной ветви будущие, вот, ответвления будут идти. И если стволик очень тонкий, она листь, она же будет давать листья, она непрочная, и она сломается, совершенно верно. Так вот, надо подойти к ней, самое главное, чтобы саженец прыжился. Да, жалко, говорят, но обрезать его выше уровня привилки, ну, хорошо там, если есть почка из-за зачаток, если нет, она даже сама выбивает. И на следующий, а корневая система хорошая, то она из этой почки, вся корневая система работает на дом, вырастает уже вот в такую толщину. Это прежать до земли? До земли, но обязательно оставить часть снизу. Ну, это очень такой прием. А если там почки нет? Вот, вот я почему и говорю, что, в принципе, почка выбивается, но не всегда, бывает идет подвой. Это очень осторожный, осторожный прием. Желательно все-таки до первой почки, которая есть. Допустим, может не при самой земли, а чуть выше, но обязательно обрезку надо укоротить, надо дереву помочь. Потому что едокол много, а, видите, еще тоненький очень ствол. И еще один момент. Если даже вы оставите такой тонкий побег, вот это все общипаете, тут пошли у вас расти будущие эти лозы, плодношения, сучок замещения, нижний, то получится такой парадокс, что из этих почек вырастить лоза толще, чем оставшиеся вот это. Представьте себе, как вот тонкая вот эта лозинка накормит вот такие, которые потолще. А так, вы, наверное, сами замечали, бывает. Так что, чтобы это не случилось, нужно формировать растение с малого возраста. А вот, когда вот он такой будет, понятное дело, смело это уже потянет. Вот он достаточный диаметр для того, чтобы данный рукав оставить уже и чтобы он только потом утолщался. Еще важный момент длина рукава. Значит, это даже не то, что, а архиважный момент. Ни в коем случае нельзя оставлять вот эти рукава сильно длинные, во-первых, если у вас маленький дачный участок, и если вы хотите посадить несколько кустов винограда, потому что рядом будет еще кустик, рукав, если метровый, то в конце вот этого рукава потом будет у вас виноград образовываться вот примерно вот на таком уровне от земли. Образовывается с каждой почки плодовая стрелка, на которой образуется одна, две, три, даже бывает четыре грозди. Выше грозди пошла дальше лоза грозди и листья образовываются. Во-первых, ни в коем случае нельзя укорачивать эти листья и убирать эту лозу до конца августа, потому что виноградные грозди питают именно листья. Убирать можно и нужно только те листья, которые под грозью. Вот образовался побег, один листочек, второй, третий, а потом образовалась гроздь. Так вот эти три листочка, которые до грозди, мы убираем, потому что они не питают, но только убираем после того, как виноград отцвел. До цветения именно эти листья кормят будущую гроздь. Они помогают зацвести и образоваться завязей. Как только завязь образовалась, вот тогда они уже не нужны. Все. Дальше работают вешние листья, которые над гроздью находятся. Через какое-то время следующие пять-шесть листочков работают. А если вы по каким-то причинам, да что он мне тут мешает, болтается, взяли и обрезали, для чего ты это сделал? Чтоб гроздь зрели. Я всегда говорю в ответ. Стоп! Зачем люди борются с жуком коварадским на картошке? Он объедает листья? Пусть объедает, чтобы клубней было больше. Будут там клубни? Нету. С червяками на яблонях вот бывают голые деревья, яблоки сразу перестают растить. А на винограде осознанно убирают. Вот понимаете, вот никакой лозуги в этом не вижу. И в тот же самый момент возвращаюсь к Испании и говорят, там коротенькие и там нету много листьев, но там полгода тепла и эти пять листьев, которые остались за длительный период тепла успевают накормить грозь. А нам надо, чем больше листьев, тем быстрее этот виноград в нас созреет. Профессор Ранчевский, который заведовал кубанским госпуниситетом, то есть не униситетом, а кафедрой виноградовства, который всю жизнь посвятил он сказал, что на одну грозь минимум 15 листочек, минимум, больше, еще лучше. Но это, смотрите, это кубань, это человек выросший там, заметил, а у нас еще меньше этого тепла. Я говорю, за короткий период, месяц тепла надо нам максимально выудить максимум, чтобы виноград у нас созрел. И поверьте мне, он созреет, если все делать правильно. начинает поэтому, и еще один важный момент, что виноград у нас был сладкий, вкусный, еще высота шпалерии очень зависит. Вот, мне спрашивают, зачем ты так и высокие шпалерии сделал? Для того, чтобы было куда пускать вот этот объем листьев. Вот, что ты типа выращиваешь силос, зачем это надо? Я говорю, хорошо, цыплят по осени считают, у меня виноград уже сладкий, прихожу к тому скептику, который все это пообрезал, он вообще несъедобный, и только если будет сентябрь теплый, и еще октябрь он маленько подберет сахар, но так и не досозреет, потому что ограничил он ему питание. И еще один момент, когда вот укорачивают неумелый прием вот эти часть лозы, наполовину срезают среди лета, то виноград выносит, опять же, нарушилась баланс, корни есть, листьев нету, и виноград порой среди лета зацветает повторно, то есть здесь уже росты образовались, виноград спеет, а тут начинают распускаться почки, которые заложены для урожая будущего года, потому что корни есть, точки роста нету, и они спокойно зацветают, куст обессиливает, какой уж тут до хорошей спелой ягоды, не трогать. Еще раз говорю, только будут расти эти венточки новые, которые вы проснулись. Это пасынки, вы про пасынки? Да. Про пасынки сейчас отдельная тема, я про пасынки сейчас скажу. Есть кусты, которые, есть кусты, сорта винограда, которые сильно зарастают, пасынки, есть которые меньше, но, опять же, вот, в природе ничего зря не создано. Вот, заметьте, кстати, вот обрезка винограда, вы, наверное, может быть, слышали, что в какой-то из южных стран памятник осу поставлен на винограднике. Вот, это давным-давно, вот, заметил винограда, что осел оторвался, пошел, маленько там, пообрезал, в начальной стадии куст, и урожая стало больше. Нельзя еще кусты перегружать, тоже не получите вы хороших складких ягод, если вы захотите очень много гроздей. Есть крупноягодные сорта, есть сорта, буквально, вот в палец сейчас уже появились. Так вот, все крупноягодные сорта мы растим на побеге одну гроздь. Но, говорят, урожая мало, ничего подобного. Вот она, плодовая стрелка. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, ну, примерно, на 8 почек мы обрезаем. Еще одна, еще 8, с другой стороны 16, и в итоге урожая будет не меньше, а больше, но зато он будет вкусный. То есть, по количеству гроздей будет их меньше, а по качеству они наберут массу и тех, которых мы убрали. Но эти будут сладкие. И при всем при том еще и сумеет вызреть лоза. Потому что перегруженные кусты, и когда лето у нас бывает очень прохладное с дождями, есть такой парадокс, у нас виноградные взрослые кусты, виноград отдали, а коричневой лозы нету. Следовать, ждать урожая на снижение не приходится. Не надо оставлять эту зеленую баку, она все равно неминуемо погибнет, оставляем только коротко, но на следующий год пуст восстанавливается, и мы получаем хороший урожай. Еще после 10 и 12 года, которые у нас случились очень бесснежно, вы бы на напомните, когда у нас в декабре месяце было, я сам ездил за год, было минус 39, 19 декабря, не было ни снежинки, ни снега, в земле появились трещины, я руку совал до локтя, она у меня залазила, честно вам скажу, думал, что все, смотрел на деревья, и думаю, наверное, ничего не проснется, но погибли только некоторые кустарники, и часть виноградных кустов у меня погибла, особенно молодых, и особенные, которые были посажены поверх, на снам. Так, хотя, мы и не хотели затрагивать тему посадки, очень важный момент, заставить виноград расти, чтобы у него нижние пяточные корни были по отношению к уровню почвы на расстоянии 50 сантиметров, то есть, сейчас, и после 10-го и 12-го года я стал сажать в приямке виноград. Почему? Путем наблюдений я заметил, что те кусты, которые до 10-го года были посажены поглубже, а просто прислали мне по осени в ноябре с открытыми корнями винограда. Погреба тогда еще не было. Куда его девать? Садить. Вижу, по прогнозам, через 2 дня там минус 20 ожидается. И я его взял и посадил осознанно поглубже. Вот эти кусты в 10-й и в 12-й год не подмерзли, давали прекрасный урожай, а которые были поверхностно посажены. Что такое поверхностно посажен саженец винограда? И виноград имеет такое свойство пускать еще вот у него нижние всаженца в нижние пяточные корни есть. Если мы его посадили вровень с землей, каждый год он здесь вот на поверхности земли пробивает растяные корни. Если эти растяные корни мы убирать хотя бы раз в два года не будем, то он переходит расти на них, на верхние вот эти, которые вот на таком расстоянии от уровня почвы, нижние у него отмирают, бесснежная зима и виноградные корни, которые выдерживают всего лишь минус 8, пострадают, пусть обессилит или совсем погибнет или будет восстанавливать расти по ному. Что такое заставить расти его на расстоянии глубин, чтобы нижние пяточные корни были на расстоянии 50 сантиметров. При ямах вот этот, который я оставляю 15-20 сантиметров, а если песчаная почва, то даже до 30, он не дает, во-первых, с воздуха эти корни пускать, во-вторых, удобно виноградное растение поливать, в-третьих, в маленьком возрасте удобно его даже и укрывать. Некоторые, у которых есть физические силы много и возможностей сажать виноград вообще вот эти траншеи, то есть, заложили виноградный ряд, выкопали такую 15-20 траншею, но только не узкую ни в коем случае, потому что она будет плохо прогреваться. Кстати, я в ширину ямы тоже копаю где-то 60-80. Маленькая, буром выровненная, это не совсем трудно, это не годится. И очень удобно в эти траншеи укладывать. Некоторые сейчас стали виноград горачить в теплицах, там только нужно в траншеях, потому что ну не будешь же ты носить зимой в теплицу снег, а земля там хоть и не сильно, все равно промерзает. И в принципе, чтобы обезопасить себя, я же сказал, виноградный корень минус 8 всего лишь, в отличие от почек плодовых, которые минус 26 выдерживают. Плюс мы еще эти плодовые почки вместе с лозой укрыли на зиму. А корни виноградные мы же укрываем вот такую полосу, а они пошли до того стола. И если они поверхностные, сильно они погибли, то все, то все, как дом без фундамента. Совершенно верно. Так что вот вот этот приемок очень помогает. У кого есть возможность, я всех приглашаю к себе на участок, чтобы и посмотрели, как виноград растет, я приглашаю всех пробовать виноградный. Виноград, когда созревает, у меня очень много сортов, сейчас около 400 даже. Постоянно отбираю сорта, от каких-то отказываюсь, какие-то. Из новой партии обычно вот так вот 5-6 сортов выстреливают. То есть, они показывают то, чего, ну просто, свои лучшие качества. Остальные заявленные там где-то хорошо, очень описанные на юге Украины, в Ростовской области, у нас не все хорошо себя показывают. Но для того, чтобы сорт испытать, надо его посадить и именно в нашей местности понаблюдать хотя бы 3-4, а лучше 5 лет. Вот. Но такой еще и интересный парадокс увидел, что некоторые сорта, которые у них заявлены как ранние, у нас получаются средние. Иногда чуть ли не поздние. А некоторые сорта, которые у них заявлены как средние, у нас идут в лучшую сторону. То есть, они у нас получаются ранние. Вот это и есть испытание сорта. И если так немножко шагнуть в сторону, сказать про яблони, вот многие сорта выращенные замечательные Орловской селекции, у них они зимние, а у нас они становятся осенними. То есть, они так долго, как у них не лежат, потому что разные климатические зоны. И так они себя проявляют. Чтобы это понять, это надо привить, попробовать и понаблюдать на протяжении нескольких лет. Так, мы остановились на втором годе. И про рукава стало вам немножко понятно. Длина рукава самая оптимальная 50-60 сантиметров. Значит, что такое мы выщипываем нижние почки. То есть, вот она, выросла лоза. Вот здесь вот три ямочек. Значит, здесь почка мы отщипываем, здесь опять же тогда, когда они уже начинают напукать. А верхних три мы оставляли. Из двух верхних мы уже можем попробовать оставить по одной грозочке. Вот, только по одной. А желательно даже, если кусту всего лишь второй или третий год, то вообще только одну. А еще лучше пол грозди. Тогда мы куст еще у нас больше силу наберем. Ну, мне часто хочется вот новый сорт. То ли то, представьте, то ли то, я оставляю целую грозди. Поверьте мне, лоза вырастает еще тоньше. Да, грозди он кормит. Ягода крупная, необыкновенно крупных размеров, но лоза вырастает тоньше вот этой. То есть, я по сути дела не дал кусту расти. Все пошло на питание маленьким количеством корней вот этой грозди. Но я убедился, что этот сорт, дальше я уже никакого урожая оставлять не буду. Я уже буду обрезать пониже принцип обрезки на обратный рост. Буду формировать нормальный куст. То есть, обязательно, чтобы он видно. Он сам себе показывает, сколько ему чего оставить. Слышали, наверное, что такое нагрузка на куст. Это значит количество цветочных почек, которые данный сорт тянет. Она колеблется примерно в 30-40, очень редко в 50-60 почек. Это в редких случаях обычно 30-40 почек. То есть, мы оставляем на кусту, мы можем оставить вот этих лос покороче, но большее количество, можем подлиннее, но меньшее количество, но чтобы вот этих цветочных почек было 30-40, не больше. На весь куст, да. И еще, есть сорта, которые тянут нагрузку, то есть, я не убираю ни вторую, ни третью брось, оставляю все три. А есть, которые, вот та же самая всем известная кадрянка, она не тянет перегрузку куста. То есть, на кадрянке желательно тоже на побеге, хотя она не очень так уж крупная, оставлять только одну брось. Потому что винограда будет много, будет красивое эффектное зрелище фиолетового цвета, но они будут трава-травой. Особенно, если не повезет с летом. Не надо нам рисковать, лучше оставили. Женщина недавно приходила, благодарность такую необыкновенную объявила мне, говорит, целый ряд кадрянки. Говорит, почему не сладко? Я объяснил. Делайте нормировку грозьями. Сделала, но не поверила, и один куст оставила на самом солнечном месте, ничего не делая. Так вот, так вот, говорит, вот тот, который на солнце, так и ушел зиму, трава-травой. А это просто не могли нарадоваться. Вот важный момент, особенно, для того, чтобы знать, какую обрезку для данного сорта делать, надо знать название этого сорта. Вот, к примеру, вот такой сорт, как августин, сеня, это я всем советую сорта, которые делать, перегрузку тянут, особенно сеня, и вытягивают, хотя ягоды очень вкусные, хрустящие, с мускатом, но у него свойство такое, вот такой он, этот сеня, что перегрузку он вытягивает. Другие нет, увы. Да, да, совершенно верно. Все, это понятно, да? Вот немножко непонятно, объясняю. Вот это основная лоза. Да, это основная лоза. Здесь вот эти вот кусты, 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 вот мы должны вот эти все подрезать, да? Общипать. Общипать. А не на что-то, мы просто обломаем его, резать ничего не надо, а то рано будет, зачем нам делать рано? Только? Вот он, видите, вот она, на это вы не смотрите, этого нету, я закрыл. Это пример, это образец. Ничего там этого не будет, там будет просто ровненькая лоза. И примерно оставлять, ну мы оставили опять, может быть, даже длиннее, но длиннее, чем 50-60, ну максимум 70 сантиметров оставлять не надо. И вот она у нас сформирована, уже наклон. Если же она у нас выросла тоненькой, то мы ее обрезаем опять коротко на две почки. Вот, каждую из двух, с той стороны и с той стороны. Вот, что в силу вошел, совершенно верно. Это, это такой, в общем-то, я не знаю, как тут еще объяснять, вроде тут все понятно. А почему общипываем? Потому что вот это у нас будет так называемый рукав и часть лозы, вот она должна не по 50-60 сантиметров всегда оставаться лысой. Она нас еще вот может опять пробивать эти почки. Мы их облавим. Может с земли у нас порослевой побег, мы его тоже облаваем. Волчковый побеги тоже облавим. В общем, вот этот рисунок, у нас показано вот этот лыб, вот эта часть, она же, это вы есть, наша вот лоза, только она потолстела, а в будущем она будет еще толще. Она должна быть именно лысой. И пространство между висящими грозьями и землей должно у нас быть, ну, никакой растительности, никаких сорняков, никаких, вот говорят, есть, есть целая таблица растения-антагонисты, которые полезны винограду и которые мешают. Поверьте мне, лучше никаких растений не надо, потому что у нас бывают дождливые месяцы, холодные ночи, с ростами появляются, и любая вот эта растительность будет мешать проветриванию виноградного куста. Виноград заболеет, что у нас очень в последние годы часто стало случаться, появилось у нас мелью, это очень нехорошее, хуже, то есть, аидим хуже еще мелью, ну, и виноградный клещ, так называемый, где листья бугорками образовывается, тоже его много, но кусты, которые более проветриваются, которые не загущенные, они, поверьте мне, болеют меньше. Даже постоянно было рыхнение, полив, а дальше уже пожалуйста, но если у кого-то газон, а тут виноградный ряд, то уже газон нельзя будет поливать этим опрыскиванием, потому что будет попадать влага на листьях и зацепит мелью сразу. Так что тут вот черная земля, которая постоянно ревится. А мульчу? Мульчу можно. Можно мульчу, можно песочком посыпать, у кого-то есть возможность, речного песочка принесли, во-первых, он нагревается, потом вечером аккумулирует, отдает тепло и это какая-то дополнительная порция более раннему данного сорта вытревания будет. Песком можно посыпать? Даже нужно. А сосновым опадом можно? И сосновым опадом можно. Вот. И это любым, лишь бы, чтобы ему было комфортно, но нельзя сильно толстый слой. И вот один у меня взял, поехал в сосновку, навозил вот этих семечек, там же горы, подсолнух, и засыпал вот таким слоем. У меня виноград уже вегетирует, а он же все, земля же под ним тоже не прикрывается, надо же немножко голову иметь, надо думать, все в пределах разумного. так что... А сколько песка-то надо себе показать? Да, песка-то нет. 黄град! Продолжение следует...